И снова здравствуйте, друзья! И снова с вами Лолсинг и Сергей. И снова обзор, как вы поняли. Очередной автомобиль. No name. Без имени, без артикула. Не, ну артикул есть какой-то, когда поставщики его возят из Китая. Но это не лицензионная тачка, а просто без имени автомобиль. Ну, можно назвать его Wrangler. Давайте посмотрим, что за машина. Симпатичная с виду машина. Колеса, кстати, как у Range Rover. Такие были лицензионные, такие же колеса. А заднее бутафория. Колесо это не запаска, это просто фикция. Для экстерьера. Двери открываются. Ну, кстати, пластик он топорно сделал, но я не могу сказать, что прям вот конкретные какие-то такие минусы. Ну, вот смотрите, видите, не защёлкивается. А, она не должна защёлкиваться. Закрыли. Закрыли. Зеркала повернули. Капот не открывается. Пробовал открывать капот здесь, вот отвинчивал. Не открывается. Там сигнал, ещё что-то, какой-то динамик стоит снизу, если сейчас заглянем, посмотрим. Ну, собственно, и так. Два двигателя. Задний привод, два двигателя по 35 Вт. Скорость вперёд до километров 6. Сейчас погоняем. Назад тоже километров, наверное, ну, так же разгоняются. Они одинаково едут. В комплекте здесь такой вот плеер. Такой плеер я на Bentley видел, обзор делал на Bentley такой же. Чё, здесь маленькая скорость. Черепаха-заяц большая, кстати, подсвечивается. Если поближе посмотреть, подсвечивается. Это выключает фар, наверное, давайте проверим. Посмотрим, фары включаются. Включается атак. Ну-ка, сейчас нажму. Атак. Атак выключается. Управление получается электронное. Прикольно. Музыка. Музыка. О. О, громче делает. Атак поменьше, да, получается? Пауза, дальше, дальше, чё там. А, вот так переключаем. Весёлая музыка, необычная какая-то. Книжки какие-то. Ой. FM радио есть. Ну, не совсем хорошо ловит. Настроить надо будет, будет ловить всё. Без функции просто выключаете и всё. Так, что? Скорость вперёд, средняя скорость назад. Под правую ногу управление. Плавное ускорение. В руль хотите, чтобы пел. Вот сюда батарейки вставляете. Дальше, что вы видели, мы такую кнопку гадали. Чё это за кнопка? Что это такое? Мучились, мучились. Ну, понятно, чтобы фонари включало. Провода не подходят, ничего. В итоге перевернули машину. Вот здесь вот, если посмотреть, вот сюда батарейки раскручиваются, вставляются. Так что имейте в виду, батарейки вставили, нажали, а у вас фары горят. Выключили. Модель, правда, на самом деле, я думаю, это годы послогоднего. Не знаю, ноутплеер, кстати, у неё нового, да, образца. То есть, 17-го года получается. А так сама тачка, как будто, такое ощущение, как будто модель старая. И, собственно, в неё вот какие-то новинки воткнули. Сидение. Смотрите, какое шикарное здесь сидение. Оно прям подкупило вот этим вот, я бы сказал, диваном. Посмотрите, мягенькое какое. Оно прям просто, у него садится одно удовольствие. Просто оно вот очень мягкое сидение, очень комфортное. Прям такое всё с перфорацией. У настоящих машин у некоторых нет такой далеко. Не у всех. Внутри два движка по 35, два аккумулятора стоят шестёрка и шестёрка, соединены в 12 вольт. Сюда чего? Сюда вы никакие аккумуляторы другие не впихнёте. Только это тоненькие. Если только вот это вот всё убрать и напрямую 12 вольт подключить. На выходе 12 просто они сделаны из двух шестёрок. Не знаю, вот это вот позапрошлые годы вот такие вот аккумуляторы были. Не знаю, на мой взгляд, это неудачно. Это две штуки надо покупать. Одна стоит дорого, а две ещё дороже. То есть получается на выходе дороже, чем 12 вольт, 12 ампер час большой. Две штуки. Что сказать? Машинка, ну, комплектуется пультом тоже. А по пульту что? Нажимаете на кнопочку. Ну, выключили её. Сейчас. Выключили. Нажали вот на эту кнопочку, держим. И включили машину. Держим, держим. Оп, отпустили. Пульт зацепится, пульт Bluetooth. Кстати, показывает ещё индикацию заряда батареи. Ну, удобно. Если понять ещё, как она работает, почитайте в инструкции. Всё объясняет и всё будет ясно. Давайте попробуем погонять автомобиль, как он себя ведёт в управлении. Ну, кстати, колёса справа влево очень даже бодренько разворачиваются. У некоторых прям еле-еле. У этих колёсиков прям такая резвость. Нету ручки транспортировочной у машины. Если сядет, будете её нести на руках. Либо за задние, ну, вот там какую-то брать и везти на передних колёсах. Пульт метров двадцать уехала. Машина, может, пятнадцать. Вроде едет нормально всё. Поворачивает, всё в порядке. Пульт. У пульта три скорости. Большая, средняя, маленькая. Максимальная скорость километров до семи примерно. Машина разгоняется. Ну, вот, максимальной скоростью она едет в тачках. Ну, не до семи. Много до семи, сказал. Километров до шести. Машина разгоняется. Запас хода стандартно час, я думаю. На этих аккумуляторах она долго не проедет. Прям вот мега полтора часа. Ну, час без остановки хватит. А так, чтобы кататься, ну, я думаю, часа полтора, там, два часа вполне можно покататься. Машина не лицензионная, и поэтому вот прям такого качества крутого пластика, стыки пластика, ещё какие-то там моменты, чтобы качество было, да, прям на высоте нет. Здесь такого нет. Ну, она и бюджетная. Машина хорошая, это не означает то, что она плохая. Машина хорошая, просто она без имени. И поэтому таких фишек, как значки настоящие, да, или какие-то там кнопки на руле, там, с лейблами, или сидение с вышивкой, такого здесь нет. Ну, а так, посмотрите, всё стандартное, в принципе. Подвеска всё одинаковая у всех практически, вот, 99%. Спереди амортизация идёт, на задние колёса амортизаторы должны быть. Сейчас я посмотрю. Глянем. Есть. Амортизации тоже, они спрятаны внутри. Так что вполне машина за такие деньги, там, которые она в интернете есть, вполне можно её покупать и кататься. Резюме. Машина бюджетная, но она не последнего качества. Нормальная тачка, довольно-таки высокая по просёлочным дорогам. По даче будет ездить. Машины, кстати, от поставщиков серьёзных, с кем мы, вот, имеем дело, да, непосредственно. Они на гарантии, они с запчастями, они с постгарантийным обслуживанием, с расходными материалами, с инструкцией на русском языке, подчёркиваю, на русском языке. И это даёт основание говорить, что машина сертифицирована, лицензионная, то есть ввезена официально и, соответственно, как следствие нормального качества. Так что, собственно, резюме. Машинный автомобиль хороший, но пойдёт, да, кататься за свои деньги. Ну, какой у неё диван, ведь вы гляньте, а мягкий, просто шикарный. Здесь прям, ух! Возраст от двух до пяти лет на ней кататься можно, на одного ребёнка. Собственно, ищите этот автомобиль в интернете. Название, наверное, Jeep Wrangler будет у неё, найдёте по этому названию. Ещё раз, меня зовут Волоченко Сергей, обзор для вас сделал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Буду отвечать вам, рекомендовать что-то, что-то не рекомендовать. Чтобы вы корректно могли выбрать свою машинку для своего любимого ребёнка. Чтобы вы радовались и всё вам было в удовольствии. А сейчас всего вам хорошего, всем удачи. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...